и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа так и у нас сейчас тема вопрос-ответ какой там был вопрос был золотое правило как не навредить клиенту так вот какие есть меры безопасности даже если человек квалифицирован у него есть достаточный опыт но бывают разные случаи что специалист может навредить чтобы вот этого не произошло что нужно вообще делать и как ну да и безопасности гиппократ говорим как всегда не навреди кодекс медицинский вот и примануальной терапии мишу и мануальные вообще может быть это может быть и массаж если какая-то растяжка какая какой-то мышцы и мышцы и чтобы этом не было но смотреть навредить конечно можно хотя на самом деле в общей практике такой в общем и в моей частной моих всех знакомых там гораздо в итоге получается легче причинить человеку пользу чем вред чтобы причинить вреда надо как-то извернуться нажать как-то не знаю колено позвоночек сломать шею круто но как вот фильмах на показано сворачивать шею мне один раз приставала какая-то женщина через этот через в контакте меня нашла олег расскажи как свернуть шею я шею не сворачиваю я лечу людей ну покажи покажи как это сделать научи меня сама из другого города что такое писал я наверное месяц или два требовала я говорю да это нельзя свернуть совершенно другой прием делать мы делаем все наши приемы техники безопасности первое до той степени до какой позволяет организм сейчас здесь и сейчас даже если он не позволяет то лучше не крутить дальше не давить ничего не делать ну там в принципе организм уже сам будет дергаться спазмироваться это вы почувствуете поэтому вот второе правило это лучше не доделать чем там на сто процентов сделать делайте на 80 на 70 процентов до отпустите человека объясните что лучше бы все его проблемы прийти второй там третий-четвертый раз это опять же не ради того чтобы мы там наживались на клиента ради его собственно техники безопасности техники ради его безопасности вот и она мне присылает вот эта которая переписывалась со мной присылает фото девушки такая хузенькая сидит такая а ей можно свернуть шею легко ли это будет я думаю все это не шиза наверное какая-то подстава на что-то меня толкает я говорю нет и ей можно но это сложно и кто-нибудь там делать она такая говорит ну научи меня как я сверну шею я так понял что это видимо может какая-то там любовница мужа потому что она решила ей отомстить на самом деле конечно все сложнее то что фильм показывает там все преувеличено шейные позвонки достаточно тоже крепкие их не так уж просто свернуть шею защемить может неожиданно защемить и мышцы там и позвонок может другую сторону но это уже от вашего профессионализма зависит либо что-то сделали неправильно да либо человек дернулся у него был например спазмированный с этой стороны да а вы картонули голову он не успел расслабиться он дернулся там спазм еще будешь увеличиться либо это ваша ошибка что вы не успели там размять не до конца да на холодную делали так скажем не подготовили тело либо человек сам просто испугался да поэтому тут используются у нас отвлекающие маневры либо там что-то не допускали до его перри обратить внимание человека не с этой точки где мы правильно а на другую точку получено условно говоря ой правом включился паукнулся что как пример хитрость какие-нибудь или чувствуете вот раскачивается раскачивается дольтой поры пока он уже почувствует что расслабился бывает волнами человек ослабляется напрягается расслабляется напрягается вы должны уметь почувствовать навык приходится с опытом как говорится неважно я обычно говорю что неважно сколько вы учитесь два дня два месяца два года это очень неважно можете все за один день все все изучить как бы до понять но пальцы будут чувствовать только через два года практики когда вы уже отключаете мозг свой смотрит сторону и сами лучше вас знаю что делать уже оттуда идет знание из рук а не от головы это кстати верх филигранности когда уже до этого дойдете и соответственно какое там четвертое правило получается это возраст с детьми все просто да как бы там с подростками там как правило тик 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 и там все сразу стало на место с первого раза если человек за 50 за 60 или за 70 то и мы делаем те же самые приема там да то вот тут как раз правило не доделать доделываться на тут насколько пускай это было головы насколько тянутся связки в данном случае больше не компрессируем больше растягиваем чем производим этот вот щелчок траст там практически нет ограничений ну как правило лично я люблю работать со здоровыми людьми и с более молодыми за 60 лет ну стараюсь не брать на просится за 60 лет которые люди да у них во первых остеохондроз остеохондроз это не болезнь это возрастное изменение деструктивное дегенеративное в костях и связках то есть там уже пошли нарост остеофиты с возрастом они больше больше вот я рисовал да вот эти вот наросты остеофиты они разрастаются соответственно при повороте вы можете этими наростами ткани повредить порвать или отколиться кусочек да но он будет там где-то болтаться и мешаться на родное тело да соответственно при грыжах я говорил да не делаем в тех случаях когда во-первых у человека секвестр это уже провисла грыжа показано да это обычная грыжа не секвестрированная секвестрированная она уже провисла она во-первых может отколаться да во вторых она давит на спиной мозг это просто больно и соответственно как правило в уже позвонок разрушенный в нем трещины ой не позвонки в диске он иссыхается сухой потрескавшийся это как бы ночь четвертая стадия предыдущая стадия когда просто выпирает да и грыжа если она маленькая это еще не грыжа это протрузия если уже там серьезная грыжа да и если она давит на какие-то ткани они как правило сегментировать сегмент позвоночника вот это да тут мышцы такие короткие правило зажимают организм делает каркас на дополнительном и это бывает не только здесь и сверху сегмент и нижний сегмент сегмент это вот два позвонка диск между ними это три сегмента сразу бывает вокруг этого больного места и воспаление идет она она чувствует покраснение либо температура поднялась тогда делать нельзя массаж и иммунальную терапию только на вытяжение только на вытяжение легкие растягивающие движения либо сначала убрать все эти спазмы то есть попросить человека проколоть и обезболивающие либо там утром потом днем он пришел дали вчера он сделал свою комплексу чтобы он это спазм убрал а только тогда можно в этом случае работать если все-таки человек а болезнь берселева тоже нельзя это когда но остеофита на это кондируется показать на рисунке если видно это кондируется конечное окончание кости вот тут по краям на рентгене видно что тут уплотнение вот и сильно показал если это позвонок да то на позвонке там видно уплотнение а между ним диск и плотность появляется остеофиты соответственно в этих местах растут от кальцитов кальцевую соль вот они как раз на концах костей находится но как правило костей еще ведут соответственно сухожилия которые переходят в мышцы когда начинают сухожилия консервоваться это уже болезнь берселева вы соответственно можете вот она становится жестким но всего сломать когда кальцируется уже сама мышца пошла кальцироваться это уже болезнь користи бывает так закальцировано все что там сегмент позвонка 3 2 и 3 вообще как жесткие мужчине шевелится соответственно пальцами прощупывается соответственно когда пришел смрт то в этом случае ничего не сделать тут ничего не сделаешь поэтому в этих этих людей мы не будем берем либо с этого не работаем делаем аккуратно и соответственно если человек там спазмировался с мышцей с мышцей как мы работаем во первых находят во первых находим ее первый способ это растереть массажный способ продольно-поперечно размять растянуть второй способ это релизинг когда мы вытягиваем вместе с фасцией поперечно и продольно третий способ это точки прожимаем точку как правило места где крепятся мышцы с другой стороны и по центру либо по центру или там и там четвертый способ это жестко продавить вот этот сгусток посередине да и на срыв мышцы ну либо локтем это делается кулачком пятый способ это и глухала это может назначить шестой способ это опять и безболивающий колоть в мышцы ну как правило до этого не доходим потому что безболивающий колоть после наших процедур и шестое вопрос примеру пять лет назад или лет шесть у человека был компрессионный перелом позвоночника и визуально смотрели быть это диагностики у него большой сколиоз и человеку больно и с таким от возраста прошло пять шесть лет да и вот сейчас можно как-то помочь человеку если у него была травма позвоночника скажем как правило лучше не браться да и потом травма травме рознь надо понимать где там все срослось нужно срослось все криво лучше таких случаях не браться и бы там досконально мфт посмотреть ну соответственно с болезнью версию тоже браться или не браться у меня как-то был один был один этот пациент да такой примерно по 60 до сутулы такой узбек я его там даю дарил оси не хрустит не хрустит и меня учительный момент как-то раз это увидел оторвел в сторону говорит че ты ему делаешь у нас болезнь Бехтерева я говорю ну вот он попросил там что-то надо с ним поработать а этот услышал что мой шепталец в углу и потом тоже мне о том ее сторонка говорит я все слышал что вы говорите давайте делайте я согласен на все деньги плачу в общем доведите до конца и где-то вот получается как говорится обычно там 10 сеансов назначают да у нас только на 60 примерно сеанс не помню там тетрадка такая ведется да пошли хрусты то есть это два года два года мы разрабатывать два года давили-давили а что тут происходит опять вот этот сустав получает питание да диффузной закройчей ткани до кровь начинает работать венозная уходится всякими шлаками да лимфа тоже уходит новая кровь приходит несет питается элементы кислород несет то есть суставы означает устанавливать гибкость после этого долгожданный тот был так рад это готов поэтому до приближать людей если у вас проблема появилась там неделю назад там две недели назад да то мы с вами будем работать быстро 2 3 сеанса а если вы ходите с этой проблемой 10 лет до 20 соответственно и сколько от нее лечиться несколько лет лечиться восстанавливаться можно делать на вытяжении я считаю можно аккуратно если есть гематома точнее гематома геома то при сильном растяжении его может затянуть туда то есть в организме нет уже вакуума пустот не существует то есть если где-то растянули то туда может зайти и вы смыкание можете защемить гематома защемить это в мир защемить там какие-то ткани для поэтому мы просто растягиваем аккуратно осторожно не рвем не дергаем соответственно может быть разрыв составной сумки тогда получается буртит если вы перестарались это протекает составная жидкость она обалкивает тканика для которых тоже является токсическим веществом ты меня сбил о чем-то и говорил шестое ну шестое соответственно вы предупреждаете человека то есть это во первых ваша квалификация вы говорите не приходи без рт либо рентгенограмма либо там кт делать вы его предупреждаете что вот я тебе буду делать позвонок поворачивать сюда да у тебя может пройти не менее руб там например да но если там придешься пошло не пойдет на ту сторону то не бойся ты за ошибку в том что люди человеку ты че-то сделал он замолчал это замалчивая да не вам не говорит ну да и ничего просто исчез а потом всем остальным будет говорить в мастер плохой это не больше никогда не приду и вы не ходите вон там чего-то мне там плохо сделали на самом деле просто говорите что если прошло что-то не так можно сюда поправить если не сегодняшний сеанс да то в следующий сеанс человек чистить скелет как конструктор в одну сторону в другую сторону выберите сюда надо ставить в обратную сторону да ну вот одна женщина мне домогалась в клиентке хотела приехать даже с другого города говорит у меня нос скривился после падения фотографии я смотрю смотрю думал блин а потом она говорит но за меня что-то никто не берется в нашем городе таких нет специалистов специально к вам еду и я думаю а почему не берутся так ну там вопрос вопрос а потом оказывается что это у нее уже два года как этот нос скривленный его можно поставить пока кости не срослись в течение недели первой недели мне сестры так детстве она упала на ледяной горке и тоже и сразу мы поехали в больницу сразу 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 же до первые дни а потом ну что вы представляете он уже не так срос будете ломать что ли сборную лучше не бери себя такого вы смеете вот соответственно предупреждаете человек просто разговаривая с ним что если вы лежит не так приходится еще раз мы тебе поставим обратную сторону а то просто люди молчат и клиент молчит и вы молчите и просто как бы внимая там злость накапливается далее какое-то неуважение так ну еще раз повторю что поможет гораздо проще чем навредить это прямо надо очень совсем чуть тупо неграмотно грубо сделать а ну и по статистике я вам скажу что у хирургов бывает там 20 процентов 20 процентов неудачных операций у нас на особенности своей практике у меня таких неудачных случая было ну штуки 2 из двух или трех тысяч клиентов представьте процент погрешности 0 0 0 0 какой-то процент понимаете соответственно если боишься не делай не боишься будь уверен сделай и подготовь клиент чтобы он тоже не боялся и тогда вы будете в содружестве вы будете вместе нас трое существует лекарь пациент и болезнь либо лекарь борется с болезнью а пациент встает на сторону либо болезни либо вас вы должны перевести на свою сторону вместе боролись против этих заболеваний иначе подсознательно бывает у меня уже любимая боль да я уже люблю то хромать меня не жалеет в транспорте вступать не за выступает медицинские дают дотации того государства зачем от нее избавляться то есть вот да то есть такая ну не то что психологическая работа да вы просто вообще не просто чай с клиентом все из вопросов нету тогда до новых встреч дорогие друзья а если вы рассмотрите не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал с вами был олег аллах будви